У нас ребенка отдал в детский сад, появилось свободное время и начинаешь стричь своего кота в преддверии летнего сезона. Именно этим и нужно заняться, если у вас есть коты. А может быть и не нужно. Сейчас будем разбираться в этом вопросе вместе с нашим ветеринарным экспертом Николай Леонов уже в нашей студии. Вместе с кошкой Адьей. Она очень похожа у нас на помесь Мейн-Куна или Сибиряка. Это бездомная кошка на самом деле. Да ладно. Найдена на улице, да. И вот она сейчас пристраивается. Вот если у вас такая кошка, а не сфинкс, то на лето ее можно подстричь, но... Можно или нужно? Вот это и вопрос. Можно или нужно, а можно ли это делать, да. И это как-то будет профилактировать проблему или не будет. Например, если у вас кошка вот такая полудлинношерстная, и вы собираетесь с ней ехать на дачу, то, наверное, все-таки ее подстричь нужно, потому что там различные семена растений, которые будут цепляться на шерсть. Там есть наружные паразиты, да, скажем, блоки, клещи, которые будут очень плохо видно. И это все будет приходить в дом вместе с вашей кошкой как раз. А потом осенью придется все-таки это все распутывать, как-то убирать, возможно, лечить какие-то кожные заболевания. Так вот, чтобы этого не было, кошку можно подстричь. Но очень важно, что лето у нас сейчас, а шерсть – это не просто волос, как у человека, это как раз набор различных типов волос. Это и покровные волосы, которые по спине находятся, да, с которых скатывается вода, не дает кошке намокать. Это и пуховой волос, который действует как изолятор. И поэтому, состригая этот волос, мы можем, скажем… Навредить. Навредить, потому что, да, возможно, и солнечные ожоги, возможно, и какие-то химические ожоги, потому что все-таки кошки ходят сами по себе, и невозможно прогнозировать, куда они пойдут, и в какие, скажем, может, в краску она зайдет. Вот. Точно так же тепловые удары возможны, как у невстриженных животных, но если мы подстрижем, то здесь некоторое время кошка находится в состоянии такого стресса, потому что вроде бы и тепло, а кошке прохладнее, чем всегда. То есть ей не становится комфортнее? Вот меня этот вопрос интересует. Ей первое время становится не совсем понятно организму, что происходит, потому что вроде бы и тепло, но не так, как обычно. Или вроде бы прохладно, но не до такой степени, как может быть, потому что шерсть, она как изолятор, да, сохраняет тепло, но она точно так же изолирует от внешней высокой температуры. И подстригая кошку, мы не всегда можем сказать, что ей будет прохладно на 100%. Она точно так же будет подвержена тепловому удару, и запросто она его переживет. Есть какая-то рекомендуемая длина шерсти? Да, рекомендую. 0,5? 0,3. Самое минимальное – это 0,3. Там 1,8, 0,1 ножи не подходят, потому что это очень-очень мелко, и шерсть становится очень грубой, и кошка начинает себя расчесывать. После таких стрижек мы очень часто на дерматологическом приеме замечаем расчесы по всему телу, и приходится это купировать до отрастания, различные препараты назначать. Вот. Ни в коем случае, если вы стрижете кошку в домашних условиях, нельзя стричь волос на голове, потому что здесь чувствительные волоски, вибрисы, усы, которые помогают кошке в пространстве ориентироваться. Они очень долго отрастают, и очень большой дискомфорт причиняет. Нельзя выдергивать у кошек из ушей волос и состригать его ни в коем случае. Но лучше профессионалу, видимо, доверить. Можно, да, грумерам. Ну, либо если у вас спокойная кошка, да, вот, она не будет нервничать. Спит, вы ее напугаете, наверное, мало не покажется никому. То начинать нужно, конечно, с задней части, переходить постепенно на переднюю. Если не получится не успеть, то будет кошка-лев. Конечно, ни в коем случае кошек нельзя подстригать ножницами. Специальные машинки для животных, которые не рвут шерсть, потому что если вы будете постоянно рвать, кошка спасибо не скажет. Я так полагаю, что она, если будет двигаться активно, может напороться и поцарапаться. Да, если это будет машинка для людей, да, обычная, то там очень острые ножи, они закруглены. Если мы можем подстричь собаку, потому что у собаки кожа достаточно толстая, у кошки кожа очень тонкая, особенно на животе. И мы всегда должны очень аккуратно это делать, потому что очень часто даже в профессиональной у грумеров кошка немножечко где-то пошевелилась, и уже будет порез достаточно сильный. Поэтому если такое происходит, то возьмите какой-нибудь антисептик в виде хлоргексидина и промокните рану, да, и ни в коем случае не нужно заливать там тоннами зелёных. Ватуаде очень пушистый хвостик, мы его тоже подстригаем? Хвост подстригается двумя способами, либо оставляется полностью, как у белки, да, вся кошка подстриженная, хвост как у белки, либо оставляется только корешок, как у льва. И в принципе чаще всего лучше оставлять корешок, как у льва, оставлять у кошек гуляющих на даче, потому что вот в этой области мы всегда контролируем наличие эктопаразитов. Если кошка у вас выкусывает эту область, значит у неё блохи чаще всего. Поэтому очень важно как раз выстригать здесь очень хорошо, для того, чтобы потом как раз профилактировать наружных паразитов. Большое спасибо, мы, пожалуй, закончим на этом беседу и начнём подстригать. Аню, готовься, по-моему, ей сейчас голову. Ну а прямо сейчас прижёмся на гороскоп в исполнении Евгения Головиной. Продолжение следует...